Всем привет! В прошлом ролике я показал, как вот этот конденсатор на расстоянии 3,5 см от вот этих магнитов может запитать вот такой вот электрический двигатель от детской игрушки. Две загадки, которые предстояло решить. Это как может конденсатор 2 мкФ достаточно долго питать вот такой вот мотор, достаточно большой, и как может алюминиевый корпус этого конденсатора быть магнитным. Будем отвечать по порядку. Во-первых, давайте я продемонстрирую, как работает этот мотор под воздействием магнитного поля, действующего на конденсатор. Вот магнит. Главное определить точное расстояние до магнита. На этом расстоянии не работает, на этом расстоянии не работает. Вплотную не работает. Но как только я ставлю магниты вот таким образом и подношу конденсатор на расстояние 3,14 см, двигатель включается. Работает долго. Любой заряд конденсатора уже бы кончился. А теперь я отключаю провода. Отключаю провода и от мотора. Просто отрываю их. А мотор крутится. А конденсатор здесь ни при чем. Да и магниты тоже. Этот моторчик я сделал специально для своего сына. Удобная такая штука. Делайте активные машинки. Он хорошо дует. Сзади у него находится красивая кнопочка. Нажав на которую мы его выключаем. Этой кнопочкой мы прерываем поток солнечной энергии и эфира, который идет на лопасти этого мотора и они крутятся. Вру, конечно. Все очень просто. Ничего удивительного нет в конденсаторе и в том, что он магнитится. В нем есть пластины, состоящие не только из алюминия, а из стали. Вот они. Ничего удивительного нет и в этом двигателе. Тиндер яйцо, кнопка, там электрический мотор и там же находится небольшой аккумулятор. Ничего секретного, зато удобно и красиво. Все разгадки разгаданы. БТГ исчез, как и следовало ожидать. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok